Давайте наберем на этом видео 5000 лайков, и я сразу выпускаю новый ролик. Итак, какой у вас, в общем-то, уровень? Сейчас. Блин, кошка в кадре, ладно. Да, неважно. Вы, может, ну, аккорды какие-то умеете, мелодии, может быть. Так, показать, что я могу. Я могу. Сейчас. Знаю один аккорд, и второй, что вам получается, это вот этот, тот аккорд. И второй, сейчас. Ага. Это аккорды АМ и С, так они называются. А вы... да, я хоть и учился в музыкальной школе, но меня там не преподавали аккордом, поэтому я буду АМ, С. Вы просили Дэнс Манке вас научить, но, к сожалению, она на квинт-аккордах, вот. И я не уверен, что сейчас получится. Вы можете попробовать квинт-аккорды, вот, давайте я вам объясню, но просто, если не получится, то давайте возьмем что-нибудь попроще. Хорошо, давайте, давайте, квинт-аккорды, я не знаю, что это, давайте попробуем. Да, смотрите, квинт-аккорда. Пятый лад, первая струна зажимается. Пятая струна на пятом ладу. Да, да, да. Да, да, да. Да, 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 да. И, таким образом, и строятся квинт-аккорды. И, таким образом, и строятся квинт-аккорды. Они именно так и выглядят. И, вот, в Dance Monkey только они. А, ну, то есть, я так понимаю, квинт-аккорд, это аккорд, вот, 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 а, извиняюсь, вот такого. То есть, их можно перемещать, я правильно понимаю? Да, да, естественно, их можно перемещать, но они только на басовых струнах. То есть, они только шестая, пятая, четвертая и пятая, четвертая, третья. То есть, только на них. На других они не звучат. Вот, и вот так эти четыре аккорда повторяются квадратом. А когда я делаю припев, я его играю, будем восьмеркой быстро. Знаешь этот бой, нет? Да, да, этот бой, да, да, да. Вот, и вот быстро восьмерочкой. Звучит уже очень похоже. Вы молодец. На самом деле, я удивлен, потому что мой другой ученик, которому я параллельно с вами, он вообще ничего не умеет. Вот, мы с ним уже... Я просто эту песню знал, я ее тоже как-то немножечко играл по-разному, да. Но вот этот, конечно, способ у вас посложнее. Я ее немножко по-другому просто играл. А, понятно, но у меня просто такой способ, чтобы ее прям вот уже полностью играть и петь уже, чтобы была возможность. У меня просто я по-другому слегка играл. Я вот с этой штукой ее играл. С каподастром. Да, 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 с каподастром. Я ее вот так вот играл. Вот так вот. Ну и там дальше. Не ожидал, что меня так разведут, если честно. Спасибо. Ты, наверное, видел, да, эти ролики на ютубе, да? Да, я видел, но вот как это твоего канала нет. Вот ты вот не знаком, к сожалению. Пока есть момент, хочу поблагодарить за донаты Семена и Александра Горловецкого. Саш, ты официальный спонсор твоего ролика, спасибо тебе. Ссылка для поддержки в описании. Ну, смотрите, Финджерстайл, он... Это достаточно сложный стиль. Я могу вам... Я всех Финджерстайл-гитаристов не припомню. Я вам могу накидать там имена, фамилии. Все играют очень по-разному. У каждого Финджерстайла-гитариста известного своя фишка. Кто-то там с мячком играет, у кого-то там, допустим, кто-то Каподастер активно использует там с помощью Каподастера там звуки, получается. И начинать именно вот только вот... Ты взял в руки гитару впервые, да? У вас вообще опыта нету, да? Нет, опыт у меня есть. У меня есть опыт. Я... Это, конечно, наверное, небольшой опыт. Нет, я ничего сыграть не смогу, к сожалению. Я ничего сыграть не смогу. Единственное, я просто знаю... Я знаю один перебор. Это вот этот вот... И перебор восьмерка, по-моему, еще. Ой. В общем, ясно. Ну, вот. Все. И аккорд. Два аккорда, я знаю. Но очень плохо зажимаю. Один это... У вас очень зажатая рука, правда. Вы играете вот так. Резко, да? Дерганно. У вас вот так вся рука зажимается. Соответственно, если вы будете пытаться сыграть что-то быстрее, у вас вообще все зажмется. Оно зажимается отсюда и до плеча, и вы не сможете играть ничего быстро. Особенно финджистайл, он сложный. Там и элементы, и хлопки всякие, и рука должна быть максимально раскрепощенная. То есть первое, что вам нужно сделать, это научиться правильно ставить руку. Большой пальц прямой, эти круглые. Ставите струны. Умеете считать? Считать? Да, считать. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Снизу первое. Я считать умею. Ставите большой на шестую, потом указательный на третью, как в арпеджио играли. Средний на вторую, взимянный на первую. Вот отличная постановка, очень расслабленная рука. Чтобы вам было комфортно играть какие-то там переборы, большой палец, он немножечко... Эти пальцы мы собираем чуть-чуть больше в руку. Всю руку не двигайте, собирайте пальцы ближе к ладони. Этюд был, ручеек назывался. Таким же перебором играется. Я вижу, сейчас не разыграно, не уверена, что хорошо его сыграю. Такой, короче, этюд небольшой. Я сидела вот так вот. Это где-то длится, не знаю, минут двадцать, наверное, этот этюд таким образом. Где-то полгода я тренировала и чуть-чуть переучилась. То есть не очень хорошо заниматься поначалу самостоятельно. Я когда самостоятельно занимался, я тоже одну песенку разучил. Это где-то... Это где-то... круто я вас это я вам сейчас объясню что происходит это розыгрыш это отлично в общем на мой звонок она так и не ответила вы не представляете насколько паршиво я себя чувствовал в этот момент сообщение я объяснил в чем дело что вообще происходит она ответила что такие розыгрыши она не приветствует но выложить ее в своем ролике она разрешила за что ей спасибо у нее есть youtube-канал давайте сделаем ей приятно перейдем кому будет интересно подписывайтесь передавайте привет в комментариях от меня пусть это будет бесплатной рекламой тем более девчонка очень хорошо играет на гитаре нюансы относительно расположение пальцев и того как мы держим правую руку здесь у нас важно между декой это верхняя дека называется у гитары нижняя дека между верхней декой и кистью должно быть расстояние посмотрите вот понятно да то есть вот расстояние между декой и рукой да 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 за счет того что здесь у нас не в локоть когда рука падает вниз а вот третья часть третья часть да и рука четко свисает тогда над дырочкой отверстием так теперь вот рука свисла опустите прям пусть свисает свисает да только чуть-чуть да только на вас не надо не надо не надо отверстием не можно на меня да да вот все вижу вот у нас пальчик да мягкая часть и получается самая близкая к ногтю и углом углом опорой так сделайте пожалуйста так вы пролетаете более четкая опора ага ага а четкая четкая опора внимательно а а пишем и и и и и и и и Еще разочек Да Поиграешь? Поняла юмора И все с ничего не понимают Зачем вам это так? Спасибо за просмотр Если тебе понравилось Подпишись, напиши комментарий Напоминаю 5000 лайков И я сразу выкладываю новый ролик Спасибо, пока